Гепарды в Караганде. Дикие животные приехали в шахтерскую столицу с большим московским цирком на Вернадского. Остров Грёз. Так называется новый проект циркового коллектива. О чем грезил во время представления наш корреспондент Сергей Высокосов, вы узнаете из репортажа с циркового манежа. Курить в библиотеке строго запрещается. Любой театр начинается с вешалки. Это знают все. Но чтобы цирк начинался с библиотеки, непривычно. За 15 минут до спектакля идет некий раус, когда и в фойе могут увидеть артистов, которые якобы идут в библиотеку сдавать книги. И история начинается вообще по сценарию, по спектаклю, в библиотеке, куда попадают тоже трое друзей. Искать ту самую книгу, по страницам которой можно пропутешествовать и которую можно перенести в любую страну, на любой континент. Вот теперь понятно, мы попали на спектакль. Хотя нет, на шоу. В общем, шоу-спектакль со всеми цирковыми атрибутами. А при чем здесь библиотека? Так ведь это же сказка. А может быть и будет. Сколько можно повторять? Выключите мобильные телефоны. Вы мешаете всем работать. В этом ярком театральном цирковом представлении каждый зритель найдет зрелище по вкусу. Кому нравятся кушечки, они есть на арене. Собачки, пожалуйста. Попугаи тоже развлекают публику. Даже кенгуру доводит эксцентриков до нокаута. Не лезь, что называется, под руку. Вернее, под ногу. До чего доходит публика во время представления, узнаем в конце. Единственное в всем мире, кто работает с гепардами. То есть с ними нелегко работать. Я в одной роли, но мы путешествуем по всему спектаклю. Мы бываем в разных континентах, регионах. В итоге оказываемся на острове грез, который ждет вас в финале. Я с партнером, мы эксцентрики. Мы ведем спектакль как эксцентрики. У нас нет, к сожалению, клоунов, которые с красными носиками бегают. У нас тематический спектакль. Мы, в принципе, какая-то часть юмора, которая все-таки разделена не только на юмор, а где-то на реакцию, на эмоции, на страх, может быть, на переживания. Да, есть от чего кричать. Начинается египетский кошмар с гепардами. Кошечки, конечно, симпатичные, но с клыками приличными. И, как всякие кошки, привыкли гулять сами по себе. Интрига разворачивается вовсю. А что будет во втором отделении? Не все зрители даже вышли в фойе, чтобы окунуться в буфетную радость. Не до того. Впереди ждет водное шоу с воздушными акробатами, эксцентриками и русалками. Все это вплетается и выплетается из сюжетного многообразия циркового спектакля. Надо прямо сказать, скучать было некогда. Фантазии актеров будили эмоции и у малых, и у старых. Зритель не спал, он наслаждался. Спасибо, очень хороший цирк. Очень понравился, замечательно, профессионально сделан, хорошая завязка. Вот ими нашел. Замечательно, да, да. Две парни. Да, Дашу больше всего. Она их назвала, как ты их назвала? Непослушными кисками? Да. Нам очень понравилось в этом цирке, когда вот как дирижаблю выкинули муляж этого, получается, актера, было очень так забавно и в то же время страшно. Ну, потом, конечно, гимнасты воздушные очень понравились. Ну, а детям, конечно, клоуны. Мне очень понравился этот цирк, он очень хороший. Мама, что, придем? Уже придем, мама? Придем еще. Еще придем. Самые главные ценители циркового искусства, конечно, дети. Их не обманешь. Говорят, что думают. Раз обещано, надо идти еще раз на представление. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Субтитры создавал DimaTorzok